И что на эсприт-арене в Дюссельдорфе Переважно больше следователей Вболевает за своего кумира За Володимира Кличка Тем не менее Приехали и Жан Рено и Жан-Поль Бельмондо Только что мы видели Их на трибунах В рейнсайде Итак Первый рейн Когда я приводил слова Эммануэля Сюарда О том что Очень трудно этот бой Для Владимира Как-то записать себе в пользу Поскольку все будут на стороне Маленького Мурмека Почти 20 сантиметров Разница А тем не менее Считают Стюарт Победить быстро Этого боксера Владимиру будет очень сложно Ну вот без ударов Поки что Наближается до Володимира Жан-Марк Мурмек Не хочет он Знаходитесь на дистанции Небезпечной для себя На відстані Знаменитого Кличківского Джебу Да Он специально подныривает Под левую руку Вот таким образом Зближается Публике это не нравится Новые бои Все одно француз Аж таки просится в обийме До більш габаритного Нашого спортсмена Мурмек пытается Подходя без ударов Чтобы не раскрываться Пытается Подойти поближе И что-то Поделать Здесь вблизи Побороться И Кроме того Заставить Володимира Немножко Потерять уверенность В точности Его джеба Действительно Ему Удаётся Миновать Левый прямой Удар Но По трошечку Все-таки Кличко Показує Визначает Свою перевагу Такими Штрихпунтирами Швидких джебів Ну вот Такая тактика Мурмека Она же предназначена Для того Чтобы Владимира Измотать Он Надеется Что вот В этой борьбе Но Это крайне сомнительно Потому что Скорее Для него Очень много Тяжёлой И Надо сказать Бесполезной работы Сейчас Мурмеку Приходится делать Потому что Вблизи Вот видите Что делает Владимир Наваливается На этого Претендента И Поскольку Владимир И Вес у него Тяжелее То Конечно Очень тяжело Придётся Мурмеку Потому что Он будет Вся 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 Но так или иначе, Мормек не сделал ничего, что можно назвать эффективными действиями, так? А Володимир таки колька разів улучшил у француза, ну и первый раунд однозначно выиграл. И сейчас, после корректива, который вы сегодня слышали вниз, Эммануэль Стюарт, уже начался второй раунд. Спонсор показа Филипп Сенсо Тач 3Д. Свист на трибунах, который, очевидно, не вызывает симпатии. Бажание пирнуть под кличка, который час от времени возникает у Мормека. Не понравится французу, когда его бьют, и это можно понять. Рука у Володимира нелегка. Даже если он выкидает такие расслабленные джемы. Володимир, конечно, хочет, чтобы соперник немного успокоился, стал не таким подвижным. И чтобы можно было уже прицельно выбрасывать акцентированные удары. Удары как слева на встречу, так и справа. Вот сейчас во втором раунде он начинает пристреливаться. Но, в общем, и Мормек шукатиме своих шансов. Без удары не примуты в боксе. Но пока что тяжело, кажется, уявляет себя, а вычекает просто. Вот первый нокдаун. Первый нокдаун. Точный удар справа. Та самая фирменная двойка Владимира Кличко и бывший чемпион мира в первом тяжелом весе. Жан-Марк Мормек на полу. Поспешает развинку свою перевагу Владимира Кличко. И въяжется, отверто въяжется Мормек. Еще один точный удар справа, но высоко. Ну, в общем, уже со второго раунда для француза все стало очень тяжело. Он закрывается, он пытается разорвать дистанцию и, снова-таки, не бьет. Не бьет, потому что, атакующий, снова-таки, раскрывается и может потрапить под черговый сильный удар украинца. Не переливки сейчас Мормеку, не позаздрешь ему. Ну, а чому мы ему мажем позаздрить, врешно-решно? Новые бои, новые победы, новый абсолютный партнер. Абсолютный партнер чемпионов. Вот повтор этого нокдауна. Четко пробил Владимир Кличко. Вообще, сильно досталось во втором раунде Мормеку. Но надо отдать ему должное. Он не только восстановился, но и, в общем, не растерялся. Довольно мужественно вытерпел всю эту трепку. Надо сказать, что удары у Владимира, даже если они не попадают, точно. А, допустим, приходится в лоб, там, высоко. Это все равно очень тяжелые, жесткие удары. Ну, тем не менее, тем не менее нельзя расслабляться и считать, что все уже победа в кармане. На жаль, не почулемо, что сказал тренер Мормека Кевин Руни. Колишний тренер, один из тренеров Майка Тайсона. Учень великого Дамато. Сам колишний боксер. Довольно интересная личность. Если будет возможность, то позже немного больше расскажу про него. Но сейчас вся уважа в ринг. Где третий раунд. Ну, а нові бои, світові перемоги абсолютної якості. Джебом зустрічає і вставляє право. От лівий хуб теж короткий такий, але потужний, додає Володимир Кличко. Хочеться побачити Мормека в дії, все-таки. Вообще, конечно, было бы интереснее, если бы Володимир, скажем, не вступал в борьбу вот здесь с Мормеком. Например, пытался проваливать его, выходя на сайстопах в сторону. Но Мормек не сильно то и проваливается. Если бы он кидался с ударами, то это было бы сделать простее. А так Володимир чётко отработает и видит ситуацию. И выполняет все, что нужно в данной ситуации. Как на меня. Еще один джеб. И боряче Мормеку. Добрый сместился сейчас с линейной атакой Володимир Кличко. Действительно. Смещается, смещается и сразу додает. Прямий. Украинецкий. Ну, на самом деле, вот бои Владимира обычно проходят тут именно по такому сценарию. Обычно он изматывает соперника ударами с дальней дистанции. Либо вот, если удается прорваться вблизи, то изматывает в клинче. А потом соперник начинает терять подвижность. И вот мы видели уже сейчас, если в первом... На самом деле, там был удар. Владимир пошел вперед с левым боковым. Я думаю, что он потряс француза. Левый боковый Мормека наприкінці раунду пролетел. Повз Володимира Кличка. И пока что жодного удару не пропустил Кличко старший. Что приятно для всех его больнивальников. Ну, вот именно то, о чем я говорил, говорит Эммануэль Стюарт. Не нужно здесь вязаться, бороться. Лучше уходить в стороны и держать его на ударах. И пробивать чистые, точные удары. Действительно, рефери и тренер Стюарт хотят от Владимира более чистого боя. И более чистого бокса. Четвертий раунд. Спонсор бокоза Філліпс Сенсо Тач 3Д. Чуть, но с трибун лунає Мормек Мормек. Все-таки чего-то учекуют и от французей гравих прихильники. Ну, вот сейчас Владимир пытается выполнять наказ тренера. Держит соперника на джебе. Уходит в сторону. Но, тем не менее, то и дело срывается опять вот на этот клинч. Причем, такой не вполне чистый клинч. Видите, захватывает шею соперника и давит. Это отнимает у Мормека, безусловно, что много сил. И вот это уже, думаю, наказ. Это, кажется, все. Потужная трека от Володимира Кличка. Мормек встает, но встает, чтобы вернуться в свой кут. Точную встречную доросправу. Что ж, мы вітаем вам всех украинских болевальників. Ну, и сейчас у нас невеликая рекламная пауза.